Привет, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мои видео. Расскажу историю, которая приключилась со мной недавно и одновременно разберемся в устройстве стартера двигателя. И какие могут быть неполадки, связанные с этим устройством. Утром обыкновенно завелся машина. Поехали в мастерской за другой машиной. И там заглушили двигатель. Примерно через час вставляем ключ в зажигание. Приборки обыкновенно начинают крутиться и жужжаться. Нажимаю на ключ, чтобы завести двигатель. И опа, приехали. Стартер не крутит, соответственно двигатель не заводится. Пробую второй, третий, четвертый раз и тишина. Так сказать, зажигание открывается, но стартер не крутит. Пока окончательно обвинит стартер, начинаю обмозговаться. В чем еще может быть причина? Была у меня в прошлом году похожая ситуация. Стартер не крутит. Электронный ручной тормоз не снимался. Двери пультом управления не закрывались. Пробую ручник снять, не снимается. Пробую двери закрыть пультом управления. Закрывается и открывается. Значит, не то причина. Тогда причиной был предохранитель. Чтобы то не было, сначала рекомендуется предохранителем перепроверить. Проверяю все цели и рабочие. Так, что еще может быть? Не исключено, что причина в иммобилайзере. Но значок ключа на приборке не видно. Значит, шансы на причине неисправности иммобилайзера уменьшаются. Подсоединяюсь на компьютере и проверяю сканером OBD-2. Никаких ошибок. Все-таки самая вероятная причина неполадки – это стартер. Но как проверить? Звонок знакомому электрику. Сегодня ее на работе нет. Кругом автомастерские. Пошел искать электриков. Один говорит, данный случай не по ее профилю. Второй куда-то убежал. У третьего нет на весь день. Четвертого вообще нет на работе. Черт возьми, придется машину эвакуировать куда-то подальше отсюда. Но как? С ручника то не снимается. Машина стоит как танк. Пробую еще несколько раз. Нет. Потом приходит мысль. А что, если, например, напряжения аккумулятора не хватает? Знаю, аккумулятор же исправный. Но всякое может быть. Проверяю с помощью мультиметра. 12,4 В. Все нормально. Но все-таки решил прикурить. Подсоединяемся. Машина опять же не заводится. Но, о чудо, с ручника снялся. Сам не понимаю, почему. Ну, хоть это хорошо, что машину удалось снять с ручника. Мысли быстро начинают крутиться. Иду к знакомому в автомагазине и прошу номера телефонов других электриков. Слоним, и один из них говорит, пригоните машину. Находим эвакуатор и грузим машину. Через несколько минут уже в мастерской, подальше отсюда. Объясняют там ситуацию у электрику. Он сразу на эвакуаторе начинает снизу около стартера что-то шаманить. И выносит вердикт. Нужно стартер снять. С большой вероятностью причина в щетках стартера. Выгружаем машину с эвакуатора. Электрик снимает пошевский стартер. Разбирает ее. И вот такая картина. Щетки-то вообще нету. При плановых технических обслуживаниях мельким элементам генератора внимания, конечно же, никто не уделяет. Именно по этой причине поломка его щеток всегда становится неожиданностью для водителя. Специалисты советуют через 50 тысяч километров пробега, либо один раз в 4 года. Обязательно проверить их исправность и функциональность. И тогда никаких проблем с эксплуатацией стартера не возникнет. Покупаю в магазине щетки. Заменяем. Потом все обратно собираем. И вуаля, господа. Совет зато наша машина. Все окей и чики-пики. Теперь разберемся, как устроен автомобильный стартер и какие могут быть неисправности этого элемента. Стартер – основной агрегат пусковой системы двигателя, раскручивающий ее вал до частоты вращения, необходимой для запуска двигателя. Раньше, когда стартера не было изобретено, двигатель раскручивали и заводили вот таким рычагом. Стартер по сути электродвигателя со втягивающим реле, включающим и отключающим стартер, и пендиксом, вращающим маховик двигателя. В типичную конструкцию стартера входит ротор с коллектором, который размещен внутри корпуса, со статором или постоянными магнитами. В задней части установлен щёточный узел и крышка под шипником. Передный редуктор, которого в старых моделях может не пить. Пендикс и вторая крышка с под шипником. В верхней части располагается втягивающий реле, соединенный с приводом включения и вилькой. Стартер работает в три этапа. Первый. При повороте ключа зажигания ток проходит через управляющий реле стартера и подаётся на тягивающее реле. Последний. Сдвигает по валу пендикс и сцепляет привод с венцом маховика. Второй. В это же время замыкаются силовые контексты вытягивающего реле. Ток подаётся на щёточный узел стартера и устройство начинает крутиться. Третий. После запуска двигателя скорость вращения маховика превышает обороты ротора. Срабатывает обгонная муфта пендикса и он разъединяется с валом стартера. С возвратом ключа зажигания в исходное положение отключается втягивающий реле. Привод стартера отцепляется от маховика. Теперь перечислим, почему не может крутить стартер. Первый. Недостаточный заряд аккумулятора. Второй. Окисление контактов. Третий. Неисправности в цепи управления. Четвёртый. Поломка тягивающего реле. Пятый. Износ щёточного узла. Шестой. Пробой обмоток стартера или ротора. Седьмой. Отклеивание магнитов. Восьмой. Заклинивание обгонной муфты. Девятый. Износ втулок или подшипников ротора. Десятый. Поломка зубьев пендикса или вент с маховика. Так что, друзья, если у вас не крутит стартер, причины могут быть разные. Конечно, кто опытные стартера легко может снять и даже разобрать в домашних условиях. Но если у вас руки растут сами знаете откуда, тогда, конечно, однозначно вам нужен опытный мастер. Он быстро и легко установит причину. Снимет и быстро заменит нерабочий деталь. Так что, вам не придётся нервничать при разборке. Но, конечно, кое-какие деньги вам придётся выложить. Ну и в конце видео, если оно было чем-то полезно и интересно, просто подписаться на канал, жмите на колокольчик и комментируйте. Спасибо всем за внимание.